Добрый день, дорогие зрители. Вот и она. Сегодня я хочу перед отъездом свою картофакию сварить, как вам сказать, плов, как смогу. Для того, чтобы варить плов, нужно обязательно выбрать хорошее мясо. Это желательно, чтобы была говядина или баранина, чтобы одной масли было. А что сегодня? И желательно, сегодня вот у нас говядина, сложная, свинина. Ну, чтобы куски были. Ну, вот, примерно вот такие куски. Давай, крупнее покажу. Вот, посмотрите, меньше тоже нежелательно. Это что у тебя, говядина или что? Это говядина, да. Вот видите, вот это тоже я разделил, она слишком большая, вот так. То есть большие куски надо, да? Большие, не сильно большие и не сильно маленькие. Вот, примерно средним вот такие. Вот так, что сегодня будет много гостей. Я вот, вот, сестрам вот добавили в них, не дали, чтобы вот эти куриные, эти, окорочка. Да, их тоже можно, но их, чтобы они хорошо вместе пожарились, надо вначале пожарить говяжье мясо. Ну, минут, наверное, пять-шесть идет, ее хорошенько пережарили, а потом добавлять куриное. Так, мясо у нас вот готово. Можно ее... Валер, ты не сказал сегодня какое число? Так, сегодня 16 число. 15 ноября 2014 года. 14 года. 15-го Валера улетает в Нукус. 16-го, я завтра улетаю сегодня. 16-го улетает в Нукус. Да, и привет же передай своим друзьям. Ну, всем, кто знает. Аркадию, и всем, и в России многим друзьям тоже приветствует. А в России это в каком городе? Ну, и Володя есть там с Шушенковой, с Людой, и... Калуги. Калуги, то есть, и в Пензе есть там у меня друзья тоже, Тоня с мужем. И Ольга тоже с мужем там, не из Укуса. И еще там в Саратове есть, в Воронеже там Сашка друг. Тоже дедов детства. Ну, полно друзей, кто знает, да, пусть все, всем привет, короче. Так, давай. Что готовим сейчас дальше? Ну, у нас морковь нарезан, но я просто хочу показать, как я режу морковь. Так мне сестренка нарезала с этого. Вот так я вот беру, вот, вот так. Ну, стараюсь, конечно, вот так, чтобы было вот. То есть, не кубиками, не длинными, а режешь именно такими. Да, да, можно и кубиками. Ну, кто как, ну, кто кому как нравится. Ну, я вот так, чтобы быстро было. Ну, вот так она делается, она сочнее, что ли. Как-то мне нравится так больше. Это у нас там, когда большие свадьбы там, или эти, посидел, ну, я наружу, я могу. Все мероприятия, сидят мужики, пацаны, ну, жил, большинство, конечно, пацанов, девочек почти нет, и все вот так нарезают. Нарезают мешок два там, смотря сколько варят. Ну, а там, там, конечно, варят специалисты огромные, которые по 10-20 лет варят их плов. Чтобы это учеником, там, самое меньшее, надо три года походить, чтобы научиться варить хорошо плов. Я, например, от этих стариков научился, которые повара, ну, я, конечно, не так, не по три года, а так смотрел и так. Вот получилось, что я немножко научился. Пока никто не жалуется, пока получался неплохой плов. Чтобы тебя было слышно поближе. Да, вот, видите, вот это все вот так нарезаешь, как можно. И когда вот так нарезали, уже все. Ну, это, конечно. Так, хорошо, морковь нам показали. Теперь приготовим лук. Лук берем вот так пополам. Режем и вот так. Не сильно тонкий и не сильно толстый. Ты за нож хотел рассказать, что какой нож должен быть? Обязательно, обязательно нож должен быть наточен до, как говорится, хорошего состояния. Видите, чтобы только задевал, она сама что-то прежала. Ты ее почти не трогаешь, видишь, она сама чук-чук режет. У нас острых нет. Она точила вообще? Ну, да. Вот так вот, видите. Я на полтора килограмма риса всегда ложу две луковицы. А морковки-то на полтора килограмма риса? Морковки сколько? Полтора килограмма моркови, килограмм, ну, килограмм этого мяса. Ну, мясо можно полки было, конечно. Это просто я, чтобы вкуснее было, я взял полтора килограмма. Все, ну, пропорция, чтобы было так. Теперь самое вот такое, чтобы запах риса, а, чтобы запах масла убить, я вот такой кусочек лука, вот этот, ну, не половина, даже четверть половины, разделю и оставлю ее. Буду сейчас масло колить, когда я ее перекалю до черна. Ну, покажем. Готово, надо нарезать, все приготовить, а потом уже начинать. Так мы еще, вот сейчас, Валера, еще перец болгарский сейчас. Да, вот, болгарский перец. А сколько ты болгарского перца делаешь на, ну, на эту пропорцию? Ну, желательно, одну хватит, наверное. Одну хватит, да? Ну, это по вкусу, на вкус, это, как говорится, кто как любит. Ну, если кто сильно любит, то она побольше, она не портит, а, наоборот, дает хороший вкус. Так, сейчас, вот, наливаем масло посолнечное на 1,5 килограмма, примерно где-то 100, 100 грамм, даже меньше. Ну, примерно дно, чтобы покрыло, и вот так вот примерно, где-то сколько там грамм может быть, Любовь, ну, подскажи. Ну, я там знаю. Грамм, наверное, 7, 70, может быть, 80, примерно. Так, вот, теперь кальву масла, ее сильно перекаливаем, чтобы не было запах посолнуха. Вот этот лук, который мы отложили, сейчас я пронесу. Ну, вот болгарский. Ой, а чеснок мы не для этого, да, делали? Вот, еще помидоры. Вот, видите, вот, когда масло накалится, вот этот лук я вот такими кусочками, кусочками положил, чтобы этот лук был до черна, чтобы сгорел. Ну, если до черна сгорит, тогда уже, значит, масло готово, и никаких запахов не будет посолнуха, и будет вкусно. Нет, еще она же не нагрелась, пусть нагреется она, чтобы сильно нагрелась. Вот это вот для маленьких казанчиков, вот такая шумовка самая удобная. И вот, смотрите, вот, и вот, подлеется, чтобы она... До черноты! Ну, да, что... Ну, это масло, вот это... пенки, нам на масло делают, чтобы она выкаливается. Потому что они сильно перекаливаются, а пока нет. И вот, это банк, мы маслом сюда, на бока распределяем. Вот, когда вы лук ложите, можно обязательно вот так помешивать. Это когда лук пережариваешь. А то некоторые положат, и просто она станет жариться, и у них потом все масло не пережаривается хорошо, и потом запах все равно остается. Там, от солонуха, или еще какой-нибудь. А когда вот так во стенку размазываешь, и она, ну, и только запаха не будет. Так, вот теперь, видите, вот сейчас я покажу вам. Вот, и так, чуть-чуть вот так постоять, чтобы масло вытекло. Вот. Вот это вот убираешь. Вот перекаленный этот лук черный. Ну, можно так, конца сильно, чтобы черный был. Ну, это уже вы сами будете. Все, все же уже черный, куда еще чернее. А, бывает, что мне нравится, еще чернее делаю. Все, теперь, теперь ложим мясо, которое мы приготовили. Вот у нас уже мясо вот. Соберем. Кosexualство. А вот. А вот. А вот. А вот. А вот. И до красной корочки или до чего? Да, пережарим все, чтобы чуть-чуть покрылось, стал вот такой цвет красноватый чуть-чуть, ну даже розовый такой, не обязательно сильно красный, а то потом она запах будет, так, чтобы запах не было, чуть-чуть, чтобы вода чуть-чуть ушла, вот эта, которая наружная вода, и все, вот эта испарилась. Ну вот вроде мясо и готово. Видите, вот свет. А ну покажи свет, ближе к свету потом. Вот, смотрите, вот, здесь чуть-чуть такая розовая корочка, но не совсем, потому что я сейчас положу мясо, вот, которую нарезал, полторы луковицы готовые. Вот, и вот, и жарим, вот, золотистые корочки, золотистого мяса, это лук. И к этому времени мясо тоже будет золотистым. И потом, в следующий этап я вам покажу, что делать. вот, вот, золотая корочка уже есть. У лука? Лука, да. Сколько ты минут варил с луком? Так, два, это прошло, у меня, ну, если на хорошем огне, то минут 10-15, а сейчас я вот, да, 20 минут не ушло, потому что здесь, нет, вода электрическая, эта, плита, не очень сильно нагревает, вот, теперь сразу наложу, после этого перец болгарский, вот, перемешаю ее одну-две минуты еще, потом сюда положу морковь, вот, одну-две, вот, одну-две, дано, пусть витринутых будет жариться вместе. Вот, теперь вот, самый главный, вот, морковь, видите, вот. Ого, сколько! Вот, я сразу ложу. Положив ее, я перемешаю, стараюсь так, чтобы мясо оказалось наверху, ну, иногда помешиваю, и где-то на этом, как-то я минут 20 ее делаю, на газовой плите, а на электрическую сколько? На электрическую приходится минут, наверное, 30 точно буду, потому что она за 30 минут у меня еще не сжарится. Тоже должна быть, это такой, морковь должна быть уже темноватый такой цвет, пережаренный такой чуть-чуть, чтобы масло впиталось в этот морковь, и тогда будет лопать у вас вкусный. Если масла не впитается в морковь, тогда она не будет. Еще, сейчас, вот, когда положили морковь, если осенью, или так, сюда посмотри, рассказывай, осенью морковь бывает не очень, как говорится, сладкая, из-за этого я одну ложку, столовую ложку положу, сахарную песку, поняли, да, меня? Да, сахарную ложку с той стороны, посмотри, там, вот там, вот там, ага, открывай. Так, вот, сахарный песок, одну ложку и соль одну ложку положу, вместе с сахаром. Показывай, сколько ложек. Вот, вот, сахару, видите, вот, посыпаем это, и соль, соль тоже. А соль тоже целую ложку больше? Да, целую ложку тоже, вот, с горочкой прямо. Сейчас покажу. Вот, смотрите, вот, видели? Ага, вот, с горочкой положил, вот, и все. Это, ну, я и так немножко, это не очень много положил, потому что, не очень много положил, потому что, не все любят соль. Ага. Ну, вообще-то, можно было тут положить, побольше положить. Вот, и теперь перемешаю я ее. А дальше что? И она пусть у меня будет жариться, томиться, как говорится, потому что она не сильная, а так вообще жариться должно, ну, так как слабое у нас пламя, то она будет томиться. Ну, томиться, и дальше, и все подольше потомить ее. Это ты, у кого, говоришь, научился такой рецепт? Это у нас в Каркалпаке, там есть повара такие. У меня был такой сосед, папин друг, тоже Мата. Ну, уже давно он уже. Вот он большинство, в большом случае он меня научил, а так у него сын есть, тоже бахтер, бахтер, да, тоже. Ну, наш крестный сын моего отца. Ну, там у нас так бывает. Ну, это объяснять, конечно, такие родственники, а там объяснять нет долго, да? Это крестный, ну, наш крестный, да. Вот и все, вот теперь вот. Мясо вот сверху сделала, чтобы сверху было, все. Я нас постаралась, чтобы... Мясо в крупные куски все, а морковь свежу все будет. И вот, и она должна у меня там биться. Ой, запотела. Вот уже у меня почти готово. Это мясо надо только сейчас перемешать и буду вложить, ну, нарезать туда. Сколько это у нас минут уже? Так, прошло 30 минут. Сейчас, как я уже начал жарить морковь. Не прилипло оно там? Нет. Ты помешивал, да, все это время? Ну, да, постоянно надо помешивать, а то, вот, видите, если она чуть-чуть колосит, курочек откройлась, и нарезать быстро. Помидоры можно так, крупноватой чуть-чуть, чуть похудее. Она все равно все... А сколько ты помидор... Две помидорки средние, на килограмм. Ну, такие средние помидорчики. Вот так вот. И потом перемешаю, еще минут... Так, 20... Ну, так... Еще минут у нас 20 постоит, после того, как нарезать помидоры. Дальше покажу, потом еще что делать. Пока. Вот так только помидоры у нас осталось, да? Да. Вот то еще свои цветочки покажу. И горшочек, который я сделала. Вот я перебрал рис, чтобы не было камушек. Вот обязательно надо. Хоть заводской, хоть какой рис, но все равно надо смотреть. Такие, чтобы мелкие камушки не было. А то потом неприятно будет кому-то, когда на зуб попадет. Все обязательно надо перебрать. Хоть магазинный рис, хоть там домашний рис. У нас большинство там домашний рис. И вот рис выбирайте именно, старайтесь покрупнее. И корейский рис вот такой длины. Вот это, на счет риса, конечно, люди лучше всего, наверное. Надо самое главное, чтобы... Сколько раз ты можешь рис? Один раз мыть, несколько раз мыть нельзя. Почему? Потому что вся мука уходит, и вкус теряется у риса. Мука должна остаться часть муки. Рисовые муки. А рис на базаре нужно какой-нибудь? Ну, пусть это знают у нас, а вообще людям рис надо какой? Круглый, длинный? Ну, надо взять вот такой крупный рис. Круглый, да. Чтобы он был круглый, чтобы половинок поломалось совсем. Да, да, да. Половинок почти, чтобы не было. Потому что половинки проварятся, а крупные не доварятся. Да, да, да. Чтобы одинаковый рис был. Чем одинаковый рис, тем лучше. Рисинки должны быть одинаковые, да? Вот, видите, помыл. Теперь для этого я еще вот поставил чайник воды. Она сейчас у меня вскипела уже. Я уже приготовил. Вот, перед тем, как ложить рис, я ложу сюда чеснок. Ну, я вообще-то... А сколько ты чеснока-то кладил? Ну, этой головочке там штук 10 я сейчас положил. А вообще-то ее не надо чистить, а желательно бы... Прям-то с коркой. С коркой, да. Ну, это просто сестренка мне почистила. Света, не я. Света, да. Света так. Так, вот теперь можно сюда кишмиш, кто любит сладкое. Вот теперь сверху вот сложу в рис. Надо равномерно. Чтобы везде одинаково. Мясо у тебя почти уже проварилось, да? Да, мясо, конечно. За целый час она уже, надеюсь, уже переварилась. Там, это может быть, чуть-чуть, этот, куриные, как ее... Окорочка. Окорочка. Сейчас я в воду солью. Так будет вкусно, потому что там и окорочок, и говядина, все там. Как говорится, не всегда хорошо, то, что ты думаешь. А так получится как раз. Ну, конечно, и вкус. Кто любит курятину, кто любит... Это уже зависит от любителя по вкусу. Так, рис положил. И смотрите, сейчас самое главное и правильно разложить, чтобы она ровная была. Это большой секрет, Валерин. Да, вот. Чтобы так ровно, вот, везде, как поле, ровное поле, чтобы было... И чтобы угры эти... Почти не было, да, у пугров. И вот старайтесь. Ну, видите, костер... Может, водой надо залить? Не, подожди. Вот так ее выровняли. Потом, когда выровняешь, тогда только уже воду заливаешь. Ага. Потому что она... Видите, вот. Вот. Вот теперь, когда воду наливаете, не наливайте прямо на рис, а наливайте вот так... На этот... На шумовку. На шумовку, да. Вот так, наливайте на шумовку. Так. Вот, смотрите, видели, да? Так, вот. Я налил... А сколько воды нужно? Так, воды налил примерно литру. На полтора килограмма примерно литру налил. На дрессом вот так вот должно быть, да? На дрессом, да. На дрессом должно быть, вот, где-то полсантиметра, примерно, вот, где-то пол ногти вот этого. Ну, это примерно... Ну, полсантиметра вы уже знаете, да? Это не мало полсантиметра? Нет, вот. Пол ногти вот этот сантиметр, а это половина. Если ногт сантиметр, то половина будет. А я думала, что вот в пальце вот этого... Нет, нет, это немного, да? Да, на полтора килограмма. Вот, видите, да? Вот, теперь будем ждать, пока вскипит. Она должна выкипеть, и будем это... Булькать, когда вода вся выкипит, да? И что важно? Ставим на сильный огонь. Сейчас на сильный огонь. Да, да, да. Ну, у нас, видите, сильно заниматься. Нету сильного гря, но ничего. И должно все равномерно, чтобы кипело. Там мясо, где куски мяса, там не сразу отстязать, там будем шумовкой чуть-чуть. Протеряю, ну как? Ну да, дырочки делают. Дырочки делают, чтобы она кипела, да. Вот, чтобы сверху голова был вкусный лук, берем луковицу пополам и тонким-тонким. Постарайтесь, вот так, совсем тонко, вот так. Вот так, видите, вот так, вот так тонко, чтобы было. Чем тоньше, тем лучше будет. Потому что если некоторые любят курлук, а некоторые не любят, а когда тонко сделаешь, и тем будет приятнее. Это курлук тонко, для чего ты режешь? Так, вот так вот режу, чтобы убить ее уксусом, и потом сверху плова будет, ну, кто любит, будет сверху положить и есть ее. Дополнение плова. А ты его чем-то будешь, или водой, или... Нет, нет, этот оцент, 6 или 9% оцент, видишь? Уксус. Уксус, да. Вот, и 6% или 9% ее нальешь, и она где-то через полчаса будет готова. Положишь немножко щепотку солицу, щепотку черного перца молотого, и уксус, и будет у вас отличнейшая. Сверху, на плов. Да, уксусу. Такая вкуснятина будет. Это как на шашлык иногда готовят. Наш шашлык тоже тонко готовят? Ну да, тоже тонко, чтобы сверху... Ну, там круглыми кольцами делают. Да, круглыми кольцами. А здесь полукольца. Да, это полукольца, да. Ну, вот так. Сверху. Так, вот теперь будем делать приправу. Вот, в одну положим побольше. Перца. Перца черного, а в другой поменьше. Кто любит горько, это вот эту дарим. А кто не любит горько, вот видите, даже можно еще чуть-чуть доложить, чтобы горько-горько была. Теперь соль. Соль тоже чуть-чуть. Ну, вот где-то щепольского вот такой. И сюда одинаково. Но соль я должна одинаково вот. Вот и все. На центр ставим. Так, ее примерно... Ну, примерно где-то... Две ложки, чайные две ложки. Чайные? Ну, это чайная ложка, да. Ну, да, чайные. Две чайные ложки. Вот. И туда тоже две. Да. Это... Соль это одинаково. Теперь надо вот так. Смолили, вот, перенесать туда. Видите, да? Вот. Ах, пахнет хорошо. Ну, пахнет-то, да. Вкус не передашь. Запах и вкус не сможешь передать. А так... Хорошо было бы, если передавали запах. А, я всегда говорю. Это видео было сиреней. Как пахли сиреней, аж голова кружилась. А, передать нельзя. Видите, вот, где перца много, там черный, там темный цвет. А вот, где перца мало, там... Ну, можно красный перец добавлять, если кто сильно горит. О, вот эту тарелочку я сама тоже делала, украшала. Да, ладно, 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 ладно. Вот, все. Теперь я накрываю ее... Можно накрывать бумагой. А вот, есть же, швалира, сейчас я тебе покажу. Это тоже, тоже. Да, да, вот эти. Вот, 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 вот. Вот, 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 вот. Убагу накроем. Вот так вот. Для пищевой. Пищевая пленка называется. Вот, вот, вот и все. Она, ну, через 15-20 будет готова уже. Это, наоборот, вот, внутренняя сторона, наверное, туда. Нет, она так леется позже. Вот, 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 раз. Вот, пусть стоит теперь. И сколько должно постоять? Ну, пока кушать будет готово. Когда кушать не сядем, да? Вот, видите, вот сейчас и рис уже подошел почти. вот смотрите а уже показано вот тут по закрывающий звук глухой такой на всякий случай я вот так беру верхний слой и переворачиваем это перед тем как закрыть это после того как вода вся выкипела вода на сильном огне теперь переворачивает не если вот только верхний слой переворачиваешь ну да полностью переворачивать будем потом позже это чтобы которые рисинки не доварились чтобы они потом доварились вот видите вот так теперь буду накрывать и закрывать этот огонь огонь буду так вот теперь готовим ее закрытием вот берем вот так горку сюда видите какая делаешь горку вот вот середка середка ухты бывает ромашки везде вот и все видите какая красота вот теперь берем марлю под размер этого казанчика намочим ее намочили и два слоя обязательно надо намочить желательно конечно то чтобы вы не мазали а была ватный материал какой не ватный это хлопчатая бумажка вот тогда она конечно будет лучше покажи валера в эту сторону сначала а все так светлана так вот так вот так вот так полностью а для чего марли накрывается чтобы верхние рисинки которые не сварились они могли бы спокойно впитать в себя накрываем такой чашку это супер казанчика был вот так что парни выходил и все это как крышка у нас так теперь сразу убавляем этот огонь огонь на двойку чтобы совсем тихо да было совсем понимали чтобы томилась она и сколько минут оно должно томиться если бы хороший знал тогда ну сейчас примерно чтобы минут 20-30 примерно я так говорю это еще неизвестно понимать а на что бы на мере возможности если ты хорошо сварится возможно что всегда есть это память открыть поправить посмотреть если развалился лист не хрустит тогда уже готово можно переворачивать еще пять минут посадить и потом кушать а если нет тогда чуть-чуть еще опрыскиваешь теплой водой ну где-то пол чаши ну пол кипела вот такой где-то вот пол сантиметра вот эти даже меньше ну пять-шесть ложек даже столовых воды берешь и хватит и опять оставишь чуть-чуть только прибавишь тут газа и все ну сейчас минут через 20-30 проверим это вот роза пришла в гости к нам и спошила нам сшила нам вот такие прихватки заработок был каждой семьи вот сики тут доллар и сики тут блоки ну покажи и оля так же фарта тоже что фарта сейчас мы будем проверять на соль если соли мало тогда это у нас сколько валера проварилась здесь так она у нас минут 30 уже готовилась так у нас самая лучшая это тамара которая разбирается соль ну давай давай ну что тамара как соль это маловато так соль маловато говоря и почему это рапчик ложку соли с горкой положил так теперь валера покажет если вдруг соли мало вот так берем то есть что мы должны делать так хорошо с валерой тут готовили тут пришли гости с шумгам вот смотри вот цепочку вот раз положили правильно и теперь перевернем ее до подачи к столу осталось пять минут десять минут да минут наверно десять нас подождут еще пусть чай пока вот сейчас видите переворачиваю буду вот так берем и туда вот так не до конца не до дна а то что на дне нет 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 там только морковка и мясо не обязательно переворачиваю вот и вот теперь и вот так опять делаем горкой повторяем роза как дела она нормальная огородки огородки пришевывает там камал а ну попробуй а ну попробуй а ну попробуй а попробуй я попробую да что-то маловато соль валер ну так вот ну это еще мы перевернем там внизу вся зольная переворачиваем лучше пусть недосолена чем пересолена потом можно доставить да потом можете ну вот второй раз ты накрываешь и сколько минут теперь будешь теперь минут пять десять все больше не надо ага угу понятно все еще ждем да вино 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 это лесси вот плов валерин уже готов все вот все гости теперь собрались валерин клоп на валерин клоп мы сделали старались старались не знаю гости оценят как получилось твое роза плов роза наклада валерин клоп да все спасибо